Товарищ старшина, воспитанник Долгошейн к стрельбе готов. Подготовить гранату. Глаза горят, а руки стараются выполнить все так, как приказал командир. Максим Долгошейн в свои 14 уже определился с выбором профессии. В военно-патриотическом клубе «Зубр» постигает азы непростой службы. Мой прадед воевал в Великую Отечественную. Ну вот я решил связать свою жизнь с военной службой, чтобы защищать Родину. Я в дальнейшем думаю пойти в военную академию и стать офицером. На плацу войсковой части 55-27 вместе с Максимом выстраиваются еще 26 мальчишек и девчонок от 11 до 17. Здесь все по-настоящему. Военная форма, строевая и боевая подготовка. А главное – желание защищать свою страну. Равнение на флаг. Звучит гимн. Личный состав к занятиям готов. Необходимо с детства прививать любовь к Родине. В первую очередь знать свою историю, истоки, чтобы дети понимали и знали про нашу историю, гордились нашей страной, гербом, флагом, гимном Республики Беларусь. И были настоящими защитниками и патриотами нашей Родины. Осваивают военное дело здесь с упором на практические занятия. Ребята учатся оказывать первую медицинскую помощь, накладывают жгут и шину, делают перевязки и искусственное дыхание. Такие навыки могут пригодиться не только на службе, но и в жизни. А здесь молодые люди знакомятся со стрелковым оружием. Нужно уложиться в норматив, разобрать АК-74 за 8 секунд, а собрать за 15. После – занятия в тире. Изучается материальная часть стрелкового оружия. И отрабатываются практические навыки в сборке-разборке и уверенным владением автоматами Калашникова. В спортзале проходят занятия по рукопашному бою. Юноши отрабатывают удары руками, ногами и резиновым ножом. Осваивают болевые приемы и учатся правильно падать. Инструктор – командир взвода спецназа. Хоп, вернулись ходом. Хоп, вернулись ходом. Есть динам. Отработан сначала первым. В части делают все для того, чтобы заинтересовать службой. Молодежь участвует в патриотических конкурсах и выставках. Готовится к параду ко дню победы. И получает возможность почувствовать уверенность в своих силах и в завтрашнем дне. Для воспитанников клуба действуют льготы для поступления в кадетские училища. Это особенно важно для тех, кто еще в юности понял, в чем его призвание. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.